Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале! Меня зовут Олеся! Сегодня вместе с вами приготовим очень вкусные и простые в приготовлении творожные лепешки с зеленью. Наступила весна, хочется куда-то больше добавлять самой разнообразной зелени. Творог и зелень это всегда отличное сочетание. Для приготовления потребуется 420 грамм муки, 300 грамм творога, у меня без крупинок, жирностью 7%, 2 столовые ложки сметаны без горки, это 60 грамм, 50 грамм зелени, у меня петрушка и зеленый лук, 2 крупных яйца, чайная ложечка сахара и чайная ложечка соли, разрыхлитель 10 грамм. Берем творог, добавляем яйца, сметану, соль и сахар. Сахар добавляется для баланса вкуса, лепешки будут соленые в большей степени. Все просто смешиваем до гладкости и однородности и начинаем всыпать порциями муку. Творог разбиваем блендером, либо берем изначально пастообразный, вот как у меня. Когда выпечка получается нежной, однородной, не получается резиновых комочков творога. Сразу же добавляем зелень, я ее вот так уже подготовила, промыла, просушила и меленько нарезала. Можно брать любую зелень, ту, которую вы любите. Всыпаю постепенно муку, добавила одну часть вместе с ней, добавляя разрыхлитель, либо можно сразу соединить сухие компоненты муку с разрыхлителем. Все, просто замешиваем мягкое тесто. Всыпаем порциями остатки муки. Муки уходит всегда немножечко разное количество, поэтому количество муки, как всегда, я говорю, ориентировочно. Плюс-минус 20-30 грамм. Зависит от размера яиц, влажности творога, что нормально. Когда тесто становится более плотное, переходим на рабочую поверхность. Таким образом постепенно всыпаем муку, не торопимся, вымешиваем постепенно тесто, порциями добавляем оставшуюся половину муки. Вдруг будет более сухой творог, возможно, у вас уйдет муки меньше. У меня фактически ушла вся мука. Давайте покажу тесто, какое должно получиться. Вот такое вот, не чересчур плотное, может быть совсем-совсем слегка подлипающее. Видите? Как раз у меня на подпыл сейчас остатки уходят. Подпыляем рабочую поверхность и оставляем полежать тесто. Прошло 15 минут. Тесто полежало, клейковина в муке расслабилась. Хорошо соединились все компоненты. Оно станет более мягкое, более эластичное. Делим тесто на две равные части. Вот, посмотрите, какое классное тесто получается на разрезе. Немножечко подпыляем стол мукой, помогаем себе. И делим каждую из частей на одинаковые кусочки. Я в итоге поделила на 10 кусочков одинаковых. Каждый кусочек нужно будет округлить. Я делаю это на весу, потому что на рабочей поверхности с таким тесто не совсем удобно работать. Просто округляю руками шарик и выкладываю на рабочую поверхность. Можно дать кусочкам теста полежать еще минут 5-7. Тогда они еще лучше, более эластичными станут во время раскатки. А можно сразу раскатывать. Прикрывать особо нет нужды. Тесто не будет подсыхать. Начинаем раскатывать с того шарика, который сформировали первым. Раскатываем тоненько, довольно-таки. Диаметр примерно 24-26 см. Тесто очень пластичное, удобно с ним работать, классно раскатывается. Можно раскатать в совсем-совсем тоненькую лепешку. Также мой совет раскатать не одну жарь и начать жарить, а раскатать хотя бы 3 штучки, потому что они обжариваются очень быстро. Либо все сразу можете даже раскатывать, если есть у вас свободная рабочая поверхность. И начинаем обжаривать. Много масла для них не нужно. Наливаем буквально на полсантиметра, видно у меня на сковородке. И тут еще один такой классный совет. Когда обжариваете, начинайте горячее масло наливать наверх лепешки. И вы увидите, как на глазах она начнет надуваться вот такими классными пузырями. Будет такая более воздушная, более слоистая. Это очень классный вообще рецепт. Советую от души. Переворачиваем. После того, как обжарили одну сторону, они, как я уже сказала, довольно-таки быстро обжариваются. Обжариваем до золотистого цвета на огне чуть выше среднего. И таким образом обжариваем все 10 лепешек. И вот такие вот классные, ароматные лепешки получаются в итоге. Посмотрите, какие они мягенькие. Они легко сворачиваются. Очень классного такого сбалансированного вкуса. Вот знаете, ешь ее и она просто вкусная. Давайте покажу разлом. Вот такие вот они тонюсенькие, пузырчатые. Не знаю, как еще сказать. Обязательно приготовьте, попробуйте. Вот действительно такой классный вариант. Также советую попробовать творожные кребли. Кто еще не готовил, тот, кто готовил, тот знает, какие они потрясающие. Кстати, эти лепешки я сделала, взяв за основу именно рецепт креблей. Убрав кефир и немножечко увеличив количество творога. Готовьте с удовольствием. Вкусных вам лепешек. Лепешки обалденные. Еще раз повторюсь. Не забывайте подписываться. Всем пока. Увидимся в следующем видео.